ну что же съездил я в москву сыграл концерт вместе с отличной группы гарина гиперболоиды и вернулся в лес в лесу тоже хорошо в москве очень круто но суетно как-то очень народу много хотя я люблю народ я городской человек но тем не менее вот надо и отдохнуть и в этой связи деревенской глуши я вспомнил вот про эту замечательную пластинку джет ротал сонг с ромда вот песни из леса что может быть лучше для жизни в лесу хотя пластинка достаточно урбанистично несмотря на то что вся она посвящена жизни деревенской скажем так она вполне электрическая мощная громкая роковая хотя и с тем что называется фолк замешана очень даже сильно и как-то разные критики пишут удивительные вещи что это первая из трилогии фолковый джет ротал и трилогия очень странно выстроена то есть songs on the wood потом heavy horses почему-то фолковая тоже и уж совсем фолковая storm watch где там что там фолк и но джет ротал много акустики много флейты много перкуссии разнообразные много народных инструментов в особенности духовых да и струнных тоже но уж прямо в storm watch такую фолк 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 уж не знаю норцы oil там вот эти все нефть северного моря и прочее а райан там не вместо да и холих осы heavy metal rock практически местами такой ну однако song from the wood 1977 год февраль пластинка записывалась довольно долго и некоторые песни здесь написаны прямо собственно говоря две песни здесь написаны андерсоном jack and the green например написан как он говорил в интервью прямо перед сведением альбома то есть вероятно там должен быть какая-то другая песня но перед сведением андерсон написал jack and the green сам по моему сыграл на всех инструментах там и песня вошла в альбом собирал альбом дэвид палмер который стал здесь штатным членом группы джет ротал до этого он был приглашенным музыкантом он очень гордился этой пластинкой и говорил о том тоже в одном из интервью говорил о том что он внес гигантский вклад в этот альбом song from the wood я не буду спорить и я думаю что так она и есть несмотря на то что автором всех текстов и всей музыки является ян андерсон он очень жесткий лидер он в отличие от роберта фрипа кстати говоря который весьма демократичен по его словам в группе кин гримсон андерсон тут держит ухо в астро так вот несмотря на то опять таки что пластинка такая как бы деревенская написано она не у камелька написано она как говорил андерсон все песни сочинения сочинены в такси в отелях в самолетах в лифтах и в номерах как я уже сгорел отелей что вносит как раз вот этот самый урбанизм фолковое звучание получается удивительный интересный яркий такой микс из фолк-рока такого оля файпот конвеншн да где-то и такой английский настоящий электрический гитарный рок с синтезаторами даже удивительной плотности музыка с годами она мне стала казаться чересчур оптимистичный как уж настолько яркий праздник настолько просто все сверкает танцует сплошной танец вся пластинка это один сплошной нескончаемый танец и особенно после альбома told rock'n'roll but to end to die она кажется невероятно какой-то просветленный уже told rock'n'roll это абсолютно городская история городская жесткая с байкерами там с барами ночными с девчонками со всеми делами с алкоголем со всем что сопровождает настоящую городскую жизнь настоящего британского оборок музыканта а здесь нет андерсон купил себе поместье не помню где да и не важно где где-то в англии кусок земли с небольшим таким замком на фотографиях он есть можно найти симпатичный домик такой стал заниматься сельским хозяйством и разводить лососей местные жители сначала посмеивались говорили что что это рок музыкант который только буги-вуги может сочинять и на гитаре тренькать и на флейте там пиликать вдруг взялся разводить рыб однако получилось у него какая-то ферма даже образовалась у андерсона стал торговать даже этими лососями продавать их ну и очень хорошо у каждого свои прибамбасы что называется но тем не менее музыка то продолжалась музыкальная деятельность не останавливались не останавливались группа ездила в туры в одном из туров андерсон заболел перед записью этого альбома ларингит что-то у него было такое типа простуды но тур был завершён и во время этих туров во время концертов во время болезней во время всяких вот этих вот сложностей гастрольной жизни был написан практически материал всего этого альбома аранжированный вместе с дэвидом палмером ну и конечно с членами всей с членами группы всей группы да да мартин бар джон иван баррелу джон глазкок который болел тоже во время записи этого альбома его заменял другой басис не помню вылетел из головы не помню кто его заменял но однако что он глазкок здесь играл такие все таки и дэвид палмер как я уже говорил который стал членом официальным джет ротал с чем его можно и поздравить вот не написано кто же заменял здесь глазка к сожалению но но это ничего нет ничего это одна из первых пластинок джет ротал который я услышал в своей жизни первая была как я уже говорил тот рок-н-ролл потом было вот этот сок суда вот а потом уже пошли дальше акваланги пошло туда в вглубь что называется в прошлое и альбом конечно меня убрал абсолютно то есть здесь для любителей прогрессивного рока вот сколько этого прогрессивного рока для любителей фолк-рока еще больше и для любителей тяжелого рока тоже вполне ничего себе даже если говорить о первой песне сам фонда вот и заглавным произведение которое начинается с удивительной хоровой такой увертюры если можно сказать андерсон поет сколькими голосами сейчас мне не вспомнить но 45 там точно голосов очень красивые переплетающиеся такие мелодические фразы красивейший хор потом начинается уже собственно пьеса как и в тыка за брик очень похоже начало не мелодически не гармонически а похоже по структуре как развивается это произведение наконец вступает группа вступает синтезатор тяжелый там поле мук или что-то такое по тембру трудно определить на самом деле за обработанные вот эти тембры на чем там играл палмер не очень понятно похоже на поле мук что-то такое и начинается такой тяжеляк со сдвоенной бочкой уже прямо вот тот самый тяжелый рок поперов именно в песне song song devout который развивается во второй части уже до настоящего такого ракешника но очень сложно выстроенного с синкопами с со сбивками со сменой темпа со стоп таймами с остановками но очень цельно все как всегда андерсен умеет эти штуки делать jack and the green ну и как я уже говорил сплошной праздник описание праздника одного переходящего в другой такое ощущение что сельская жизнь англии и жизнь андерсона это нескончаемая череда праздников то есть songs from the wood это такое вступление где андерсон говорит что посмотрите я дарю вам эти поля я дарю вам это небо эти леса эту прекрасную деревянскую жизнь жизнь очень активную она все время активная потому что сопровождается дикими плясками выпивкой бабами друзей друг дружками которые пьют пиво без конца там и всякие другие напитки и все танцуют веселятся прыгают вот вся пластинка из этого ровно и состоит jack and the green это такой персонаж народных гуляний английских который весь одет в зеленые в листья в хвою в ветви и пляшет там на этих народных праздников такое чудо лесное какой-то леший джекан игре очень веселая штука андерсон как я уже говорил сыграл тут все все на всем капон вандер следующая песня это очередной народный праздник и если мне не изменяет память это первомай не помню как называется в англии тут из языческие кельтский древний праздник это надо гребенщикова спросить он все это знает про это дело капон вандер это картинка вот этого самого первомайского веселого праздника как я уже говорил с выпивкой с бабами с гулянками с пивом с дружками и с дикими плясками вокруг джекан де грина который здесь тоже присутствует в песне капон вандер там мелькает персонаж джек андегрин hunting girl это такая средневековая баллада очень быстрая очень роковая очень драйвовая красивая но чистая баллада рассказ о том как герой увидел красивую девушку на лошади который едет на охоту и дальше что с ними там произошло но все очень красиво очень здорово и замечательно ring out солнце bells но это как лето закончилось пришло зимнее солнцестояние 21 декабря мой день рождения и вот этот праздник зимнего солнцестояния очень красивая песня с с этими самыми колоколами в конце распевная такая гимнообразная прекрасная вывод green на второй стороне бархатные ах эти бархатные зеленые луга я перевел всю песню вам сейчас ах эти бархатные зеленые луга все больше сказать ничего но очень красиво очень красиво да выслер чудесная штука про парня играющего на свистульки натурально здесь свистулька в полный рост как называется эта свистулька я не знаю но она свистит и свистит в очень широком диапазоне андерсон умеет это делать он извлекает из этих всех свистулек ноты такие которые может быть и не не предполагались при изобретении и производстве этих самых свистулек все очень красиво опять-таки с атомными барабанами совершенно берема барлоу который является любимым барабанщиком моего друга димы горелого с которыми я играю в одной группе это удивительно действительно барабанщик берема барлоу один из наверное самых значимых в рок-музыке игроков на ударных инструментов инструментов пибоч капан ванда к пибоч капэн хэнд простите этот залез на первую сторону вот это разгулялова для любителей прогрессивного рока потому что здесь есть все здесь медленная классическая такое тяжело тяжело роково клавишное начало сразу намекающее на то что это тот самый прогрессив рок сложно красиво многозначительно и печально развивается развиваются песни начинается быстрая часть неожиданно как и положено в прогрессивном уроке но все это с фолком с народными этими самыми делами и здесь это самое знаковое соло андерсона на флейте с его дыхательными упражнениями со всеми вот его фирменными штучками фишечками без этого нельзя ни один альбом не обходится уже тратал без демонстрации специфических приемов игры на флейте яна андерсона длинное полотно с очень интересно сыгранной гитарной партии мартина барра с работой с громкостью с атакой с динамикой этой самой электрической гитары гипсом по моему по звуку судя очень много там наложение гитарных очень интересно все и очень необычно и прогрессивно в хорошем смысле этого слова и fire at midnight последняя песня она как будто бы выскочила из предыдущего альбома толпу рок-н-рога то ян туда и она по сравнению со всем остальным что здесь есть она откажется простой хотя она не простая на самом деле такая балладная штука но прекрасное завершение этого альбома бешеного вот этого плясового чудесного совершенно и изматы изматывающего даже своими танцами бесконечными так немножко говорит о том что танцы закончились все и огонь где-то там горит в ночи чье-то окно одинокое как у меня здесь наверное поэтому тихонечко пойду пить и кто-то увидит fire at midnight в моем окошке пока до новых встреч пойду пить тада